Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня у нас с вами опять мукбанг с роллами. Просто наивкуснейшие роллы, но если честно, я немножко промахнулась. Я заказала те роллы, которые я не очень люблю. Особенно вот эти с сушеной рыбой. Вообще не люблю. Так как я не знаю названия роллов, то есть мне сказали, есть такие, 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 я сказала, давайте. Вот, к чему приводит неграмотность. Положили мне очень много палочек, аж три пары. И еще, вы наверное заметили задний план другой, новый стол. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы уже давненько в курсе всего этого. Я купила новый стол именно для мукбангов. Он такого серого цвета, очень красивый, во влоге вам покажу. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы уже давно знаете про этот стол. Я, значит, давненько уже его купила, но он в несобранном состоянии, лежал у нас в прихожей. Потому что нужно было прикрутить пару шурупчиков. Вот, и приехал папа, и, конечно же, это сделал. Итак, первый ролл это запеченный с крабом. Выглядит очень аппетитно. Эти я люблю. Обязательно пишите в комментариях, как вам такой ракурс. Мне кажется, ничего не отвлекает. Однотонная стена. У меня есть еще идея улучшить приборы. Можно так сказать, купить новые вилки, ложки, бокалы. Более дорогие, более качественные. Все-таки это все дело на видео. Постоянно светится. Вот. Сыра, посмотрите, как много. Я люблю, когда много сыра. Обожаю рыбку. Ребята, как это вкусно. Это просто обалденно. В общем, сегодняшний день весь был посвящен каким-то организаторским моментам. Я сегодня снимала влог, который в ближайшее время выйдет на моем канале. Сегодня, кстати, 8 марта. Поздравляю всех с Международным женским днем. Желаю вам, прежде всего, исполнения всех ваших мечт. Конечно, здоровья, семейного благополучия. Ммм. Как же вкусно. Как же вкусно. Правда, вот здесь вот пару штук немножко помялись. В процессе транспортировки это произошло. Но не беда. Вот такие вот запеченные. О чем я хотела сегодня с вами поговорить. Я смотрела передачу, вообще на всех передачах сейчас. Екатерина, по-моему, ее зовут Диденко. У нее произошла такая история, что на ее дне рождения, она тоже блогер, у нее умер муж. Мне кажется, уже все слышали про эту историю. Так как я тоже блогер. Мои подписчицы Уже на протяжении где-то недели частенько просят меня поговорить на эту тему. Вот. Я все хочу, хочу. И каждый раз забываю. Решила в этом видео порассуждать на эту тему после того, как посмотрела передачу. Если честно, больше всего меня удивили эксперты, которые сидели, тоже блогеры. И они начали обвинять эту бедную девушку в том, что она пиарится из-за смерти своего мужа. Мне кажется, это просто зависть других блогеров. И обвиняют ее как раз-таки блогеры. Люди, которые, наоборот, должны ее поддерживать. Которые тоже могут оказаться, не дай бог, конечно, в такой ситуации. Я не подписан на нее, но частенько захожу на ее страницу, смотрю, что там нового. И вот, если честно, я соболезную этой девушке. Никто бы никогда в жизни не хотел бы оказаться на ее месте. И вот сидеть и рассуждать о том, что она пиарится. Ребят, все психологи говорят о том, что когда у вас в жизни происходят какие-то сложные моменты, нужно работать, нужно общаться с людьми. Нельзя как бы убиваться. Но произошло это. Просто ни одна девушка на земле не захочет остаться одна. С двумя детьми на руках. И то, что люди говорят, вот она, наоборот, радуется. Она выкладывает истории. Честно, я, наоборот, таких людей не понимаю. У меня у бабушки, например, да, умер сын. Умер он где-то, ему было 22 года. Его сбил поезд. И действительно, ну, горе, так скажем. Но она нашла в себе силы жить дальше. И потом, через 2 года, похоронила своего мужа. Действительно, сложная ситуация. Казалось бы, другая бы на ее месте. Может быть, она наложила бы на себя руки. Но она, ну, она как бы продолжила жить дальше. Действительно, это очень вкусно. Все мы не вечные. Все мы когда-нибудь умрем. И нужно относиться к смерти более, как бы, проще просто. Ну, это, конечно, ужасно. Представляете, такой подарок на день рождения. Я считаю, что это несчастный случай. Но порой иногда, не в этом случае вообще бывает, что люди, как бы, сами ищут себе приключения на одно место. Вот абсолютно серьезно я вам говорю. У нас была знакомая, она по горам. То есть, она альпинист. То есть, я против альпинистов ничего не имею. Но это же опасно, ребята. Это не стоит того. Этот адреналин, этот кайф не стоит этого. Мне кажется, такие случаи, хорошо, что все говорят про эти случаи. Нужно тоже придерживаться правил безопасности. Как бы весело не было, как бы прикольно не было, например, вот этот вот дым, прежде всего надо думать о технике безопасности. И у Собчак она была на передаче. Я тоже посмотрела эту передачу. И у Малахова. В общем, говорят, что за эти передачи ей платят около... Полтора миллиона рублей за каждую передачу. И все такие сразу начали. Да вы что, такие суммы ей даете? Она просто пиарится. Мне кажется, никакие деньги просто не исправят ситуацию, которая у нее в жизни сложилась. Вот, забросит она Инстаграм, например, да? Чтобы ее никто не осуждал. И просто будет жить своей жизнью, правильно? А зарабатывать ей откуда? Мне кажется, просто другие блогеры ее осуждают, потому что они, как бы, боятся конкуренции. Я не понимаю, когда блогер топит блогера. Я иногда смотрю, здесь блогеры, у которых по тысяче, по две тысячи просмотров. И они просто любя делают то, чем они занимаются. Для меня самая главная цель была 100 тысяч. Сейчас, если честно, меня не очень так парит, сколько у меня подписчиков. Меня устраивают мои просмотры. То есть, все в общем меня устраивает. Все шикарно. Как же вкусно, ребята! Какой же это кайф! Я просто сегодня должна встретиться с Шелли. Мы с ней должны погулять. Она получила первую зарплату, представляете? Пошла уже на процедуру. Я помню свою первую зарплату. Я настолько радовалась. Мне казалось, так много денег. Будь здорова, мамочка! Еще плюс 8 марта. Нужно мамочке что-то купить. Но во влоге все это будет, вы увидите. Я вообще каждый раз, когда получаю зарплату, вот день, который я получила эти деньги на руки. Я знаю, например, 30% это те деньги, которые я могу потратить. И я такая сразу иду покупать все, что я хочу. Реально свои, собственно, заработанные деньги, особенно первые, тебе кажутся вообще нереально крутыми. Тем более, Шелли, она училась на курс выше меня. Но на протяжении учебы она нигде никогда не работала. То есть уже 2 года, считайте, она без работы. И это не потому, что ее никуда не берут, а просто она искала такую работу, которая подходит именно ей. Она хотела в бухгалтерию, а туда, как правило, без опыта работы очень редко берут. Она там на бухгалтерские курсы ходила. Сегодня идем шопиться, покупать что-то. И это очень вкусно. вот некоторые некоторые роллы прям развалились и очень красивом виде макаем кушаем сегодня еще маникюр обязательно нужно поменять вообще столько дел столько дел на все приятные на самом деле встреча с подругой не знаю там покупка какой-то посуды для видео я получаю особый кайф когда покупаю что-то для видео особенно вот этот вот столик жалко вам его совершенно не видно но он очень красивый во влоге увидите большой такой удобный еще хочу сюда полки мама правда говорит что сюда полки будут лишними они как-то будут отвлекать взгляд самое главное чтобы все внимание было на еде как говорит моя мама а вы свое мнение пишите обязательно в комментариях то едать я не буду потому что мы должны встретиться с шелли там тоже покушать в принципе мои любимые роллы я съела вот эти вот сушеные рыбы я вообще не люблю очень надеюсь что это видео вам понравилось если это было так то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал может быть для вас это мелочь для меня безумно приятно я вас всех очень очень сильно люблю с вами лайка эмили всем пока